Хотите помочь движению? Хотите изучать теорию? Записывайтесь в кружки марксистко-ленинских организаций. Не тратьте время попусту действуя в одиночку. Сила рабочего класса – организация. Без организации масс-пролетариат – ничто. Организованный – он – все. Организованность есть единство действия, единство практического выступления. В эру интернета можно часто услышать, увидеть или прочитать мнения разных людей по всевозможным поводам. Но при этом, о чем бы ни шла речь, эти мнения зачастую имеют много общего. Даже если их высказывают люди, которых ничто не связывает. Их могут разделять годы жизни и сотни километров, языковые и культурные барьеры. У них могут быть самые разные условия жизни. Но при этом образ их мыслей будет неотличим. Например, «Классный фильм, хорошая музыка, равные возможности, верное замечание, крутой парень, здорово придумал» и тому подобное. Что общего у всех этих суждений? Они простые, однозначные, однобокие, безапелляционные и голословные. По сути, это не высказывание суждения, а знаки плюс или минус. Это крестик в клетке теста. И ладно, когда больше не требуется. Когда, например, парочка решает, куда сегодня пойти – в кино или на концерт. Одно из двух и решение принято. Но ведь точно такую же примитивную, голословную, безапелляционность можно увидеть в дискуссиях на гораздо более сложные темы. Люди высказывают свое мнение как факт и даже не думают ничего обосновывать. Не то, почему он думает так, а не иначе. Не то, почему считает свою позицию верной. Не то, как он к этому мнению пришел. Ни что с этим делать остальным. Так происходит. Потому что всех этих разных людей окружают определенные условия. Внешне они тоже могут казаться очень разными. Но при внимательном рассмотрении окажется, что существенных отличий нет. И эти, в своей сути, одинаковые условия капиталистического бытия формируют у людей во многом схожие идеалистические представления о мире. Иначе говоря, определяют их сознание. С одной стороны, это происходит стихийно. Ведь людям не преподают идеализм или метафизику. Но с другой стороны, это закономерный результат существования в определенной системе отношений, которая действует по вполне определенным законам. С помощью книги советского философа я попытаюсь указать путь к выходу из этого идеалистического тупика. В надежде, что люди начнут, наконец, думать по-настоящему. Что значит мыслить диалектически? Как это? Это значит всегда учитывать условия, в которых живет и действует человек. И протекают все процессы. Например, даже чтобы ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, полезно ли солнце, необходимо уточнить, конкретизировать. В каких условиях? В каких дозах? Для кого? О, весьма вероятно, в результате мы выясним, что солнечный свет полезен, как и все прочее, в меру. Еще рассуждать диалектически означает не придумывать ничего, что не существует в действительности. Это значит признать объективную диалектику, существующую и проявляющуюся в самих вещах, то есть в объекте, который существует вне нас и независимо от нас. Но это лишь одна сторона вопроса. Диалектика касается не только внешнего, объективного мира, но также охватывает и наш внутренний мир. Мы умеем мыслить. И в наших мыслях и образах, которые возникают в нашей голове, своеобразно отражается то, что существует и действует вне нас и независимо от нас, а также поступки и действия других людей и наши собственные. В соответствии с этим субъект отражает в своей голове объективную диалектику вещей и явлений. И таким отражением является субъективная диалектика в качестве мысленного отражения диалектики объективной. В конечном счете, обе они совпадают между собой. Вероятно, многие слышали о том, что существуют две философии – материалистическая и идеалистическая. Чтобы понять, в чем состоит их коренное отличие, необходимо выяснить, в чем состоит основной вопрос любой философии вообще. Прежде всего, он касается различения между собой материального и духовного, то есть идеального. Материальная – материя – это все, что существует вне нас и вокруг нас, и что не зависит от нас самих. И организм человека и других живых существ – тоже материальное образование. Это все, что мы можем увидеть, услышать, пощупать, иногда прямо и непосредственно, иногда с помощью особых инструментов и приборов – микроскопа, телескопа и тому подобного. Все это мы можем, например, видеть, слышать, осизать, обонять, ощутить вес, цвет, форму, размер, характер поверхности и прочее. В свою очередь, у духовных явлений ничего этого нет. Ведь наши идеи, вообще идеальные, не возникают где-то отдельно от нас самих, вне и независимо от нас. Они возникают лишь в головах людей и нигде больше. Их нельзя пощупать, понюхать, увидеть и прочее. Напрашивается вопрос, почему идеи, возникающие в материальном мозгу, нематериальны? Все просто, потому что они возникают и существуют лишь как особое состояние той высокоорганизованной материи, которой является человеческий мозг. Работу мозга можно сравнить, например, с реакцией листьев дерева на дуновение ветра. На ветру листья дрожат и колышутся. Отражая воздействие ветра, мозг, отражая внешний мир и происходящее в нем событие, рождает идеи. Но не следует полностью приравнивать механическое отражение одним телом другого, листом дерева движения ветра, и отражение внешнего мира нашим сознанием, объекта с субъектом. Например, мы обменялись с кем-то яблоками. В итоге, у каждого так и осталось по одному яблоку. Но, когда мы обмениваемся мыслями, сообщая друг другу свои идеи, в конце у каждого получаются по две идеи. Этот простой пример показывает, насколько отличаются субъективная мысль и объективная вещь. И основной вопрос философии связан с этим напрямую. Напоминаю, он касается того, как относится идеальное, наши мысли, к материальному, внешнему миру. Иначе говоря, как относится сознание к бытию, дух к природе, психическое к физическому, субъект к объекту. Различные философы по-разному ставят и решают этот вопрос, но ставят его непременно и решают его так или иначе обязательно. Без того, чтобы поставить и решить этот вопрос каким бы то ни было образом, нет и не может быть философии. Если какое-либо учение обходит этот вопрос, это значит, что оно вообще не является философским. К подобным можно отнести, например, такие, в которых вообще игнорируется или даже отрицается роль мышления, сознания, субъективного и все сводится к одному материализму. Таковы грубые, вульгарные материалисты, которые считают, что существует только материальное и что наши мысли тоже материальны. Близко к этим взглядам учение о бытии как таковом, бытии самом по себе, в котором якобы полностью отсутствует деятельность человеческого сознания, мышления, познания. Но есть и такие учения, которые специально занимаются разработкой основного вопроса философии. Это теория познания или гносиология. Как правило, она составляет только часть какого-либо философского учения, правда, весьма существенную. Попытаемся рассмотреть, как по-разному решается основной вопрос философии различными философскими учениями. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что основной вопрос философии, отношение идеального к материальному, имеет две стороны. Первая его сторона касается вопроса о том, что было раньше, а что возникло позднее. Тут могут быть два противоположных ответа. Один дают материалисты, первичным является материальное, а идеальное является по отношению к нему вторичным. Противоположный ответ дают идеалисты, первичным является идеальное, а материальное является производным от него, созданным, например, Богом. Вторая же сторона заключается в том, способно ли наше сознание правильно отражать мир, познавать его. Последовательные материалисты и некоторые идеалисты, например, Гегель, отвечают на это утвердительно. Но есть и такие, и их немало. Кто это отрицает? Таких называют агностиками. Агностицизм означает отказ от познания мира, его вещи такими, какими они существуют в действительности. Теперь рассмотрим различия между материалистической и идеалистической диалектикой. Коротко. Материалистическая диалектика исходит из того, что существует объективная диалектика природы и общества, то есть внешнего мира, и что человек отражает ее в своей голове, в сознании, мышлении, познании, в виде субъективной диалектики. Суть в том, что за диалектикой вещей возникла и развилась диалектика понятий, как и ее отражение. Суть же идеалистической диалектики в том, что диалектика понятий первична, а диалектика вещей вторична. Что не диалектика вещей предшествует диалектике понятий, а наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok